На российском крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. В это время военный корабль, напомню, находился на ремонтном заводе в Мурманске. Там его чинят уже более пяти лет. Сделать должны были еще в 2021 году, но на корабле упала одна из мачт. Теперь продолжают ремонтные работы еще из-за пожара. Примечательно и то, что это единственный авианосец, который есть у Российской Федерации. Для примера, у тех же Соединенных Штатов Америки их 11. По словам российской стороны, возгорание на «Адмирале Кузнецове» удалось потушить. Ущерба крейсер не получил, в принципе, как, наверное, и крейсер «Москва». Вместе с тем, подобные происшествия – это довольно нередкость для российского флота. Подробнее о состоянии Черноморского флота Российской Федерации в том числе, в этом разбирались наши коллеги. Российский военный флот – второй по мощности в мире. Однако, как это свойственно России, лишь на бумаге. Большинство кораблей и подлодок были введены в эксплуатацию еще в 90-х годах, а сегодня уже значительно устарели, как и система управления морскими силами. Конечно же, мы видели, что это где-то наши технологии 50-х годов, которые они украли. Потому что они даже иногда не понимали, почему они это делали, но чтобы выглядело, как у нас. А для чего – понятия не было. Это было такое все устарелое. Но это не только, что оно было некачественно сделано. Сама система некачественная. Да, были там профессиональные, конечно, военные, профессиональные офицеры. Но в основном это рабская армия. Сегодня в таких высокотехнологических системах рабская армия не работает. Война, развязанная Путиным против Украины, вскрыла несостоятельность военно-морских сил России. По крайней мере, Черноморского флота. Он в ходе военной кампании был практически разгромлен страной, у которой флота нет. По данным ВСУ, уничтожено 16 российских кораблей и катеров. Наиболее болезненный удар затопления крейсера «Москва». Черноморский флот вообще традиционно был такой не очень хороший флот. Хотя его так всегда распевали. Но он традиционно сам себя всегда топил. И тут вы еще ему помогаете топить его. Поэтому это такой флот утопленников, как можно сказать. Это очень слабо. Как морская сила, они всегда были слабы. У них нет авианосцев. У них нет достаточно морской авиации, которая могла что-нибудь сделать. Но в статистике потерь Черноморского флота России еще нет нового флагмана, заменившего Москву, фрегата «Адмирал Макаров». Он получил существенные повреждения во время нападения беспилотников на Севастопольскую бухту 29 октября. Состояние флота у России удручающее. После того, как Украина, я уверен, уничтожит в скором времени Черноморский флот, это как раз произойдет из-за того, что у нас есть очень передовой компонент морских дронов, у нас есть противокорабельные ракеты. Гарантировано уничтожение, потому что 300 километров дальность поражения от Украины, я думаю, с флотом России будет очень быстро развиваться ситуация. Это все превратится в металлом, который, к счастью, больше никому не будет угрожать. Эксперт также отмечает, что любая потеря очень болезненна для российского флота, ведь в стране отсутствует производство, способное создавать корабли нового поколения. С 2014 года они не могут строить даже советские фрегаты. Не говоря уже о своих новых фрегатах нового поколения. То есть не попробовали, но на самом деле они один корабль смогли спустить на воду, но он до сих пор так толком в состав флота и не вошел. Они переключились на строительство маленьких кораблей, то есть до тысячи тонн. Ну, то есть для понимания, фрегат это где-то 4-5-6 тысяч тонн, крейсер может быть 10. Осложняют положение российского военного производства также и санкции, введенные Западом. Теперь Россия лишена высоких технологий, позволяющих оперативно восстанавливать, модернизировать и строить даже небольшие военные корабли. А собственными технологиями страна похвастаться не может. Однако, по словам экспертов, флот Российской Федерации все еще представляет собой угрозу, которую рано списывать со счетов.